В Химгах продолжают благоустраивать места захоронений. В первую очередь решают наиболее актуальные вопросы. Так, на Ивановском кладбище еще недавно было много сухостоя. Жители волновались, что засохшие на корню деревья вот-вот упадут и повредят памятники. Я обратилась по поводу дерева, которое аварийное. Снизу оно сухая гниль. И уже дятлы продолбили чуть ли не насквозь. Вот его надо убрать, чтобы не завалилось на ограду и на памятник. В администрации вняли просьбам жителей. Сухостой немедленно спилили. Много очень деревьев было на Ивановском кладбище. Именно сухостой порядка 50 штук. Также в настоящий момент пилиться деревья на Старосходинском кладбище. Жители микрорайона Сходня неоднократно обращались к нам с тем, чтобы сухостой был спилен. Основной объем работ в этом сезоне проведут на территории Ново- и Старосходинского кладбищ. Вблизи оборудуют парковочные места, на погостах проложат пешеходные дорожки. Чтобы сэкономить городской бюджет, было решено использовать плитку с тротуаров. Именно с той их части, где сейчас прилегает новая велодорожка. Благоустроена будет и прилегающая к кладбищам территория. Например, вблизи Новосходинского есть несколько нестационарных торговых объектов. Законность их размещения вызвала вопросы у представителей администрации. А их внешний облик не соответствует принятой концепции. К ним есть и другие замечания. Продажа цветов искусственных ведется с земли. Стоят объекты по продаже памятников, организованные в каких-то непонятных будках. Вблизи дорог, что не соответствует нормам ГУДХ, а должно быть минимум 30 метров от дороги. Администрация Химок и Солнечногорского района, поскольку фактически это их земля, совместно с Министерством потребительского рынка Московской области инициировали проверку. Если это построено незаконно, будет демонтаж произведен в течение двух недель, либо самовольно, либо нашими силами, силами поселения. Если это законно и будет устраивать всех, то это будет либо приведен в архитектурный облик, либо будут соблюдены все меры по разрешению торговли и установке этих объектов. Работы на Новосходненском кладбище только начались. На Старосходненском уже в самом разгаре. Там планируется завершить благоустройство к 15 августа. Надежда Сутягина, Виктория Волкова, Анастасия Драй, Константин Королев, Олег Мелехов, Служба новостей.